Славянская радио Продолжаем разговор Есть вопросы, Алексей? Да, вопросы есть. Давай, наверное, уже перейдём к вопросам, чтобы как-то почувствовать обратную связь. Вопрос эфира от Владимира Изматича. Здравия, Александр Владимирович! У меня при ходьбе вверх по лестнице в правой стопе что-то звонко щёлкает. Болевых ощущений нет, плоскостопия нет. Есть только достаточно громкий звук щелчков. Если лестница очень крутая или очень пологая, щелчков нет. Обувь значения не имеет, хотя я предпочитаю спортивную. Что это может быть? Ну, это стандартная ситуация. Щёлкают наши суставы. То есть, есть какое-то ограничение в суставах. То есть, либо вы при таком положении крутизни, лестнице, стопа у вас каким-то образом подворачивается. И суставный щелчок. Щелчки, щелчки, хрусты – это именно когда идёт ограничение суставов. То есть, вы всё время ходили, например, вот таким образом. Больше амплитуду в этом суставе не делали. Его устраивало. Раз вы больше амплитуду не делаете, соответственно, неподвижные части как бы отмирают. А суставы, они приобретают ограничения. Теперь вы изменили ходьбу, изменили амплитуду. И в данном случае вот этот сустав при таком виде ходьбы стал получать большую амплитуду, где уже появились ограничения. Вот этот щелчок – это и есть ваши ограничения. Ну, в принципе, болевых ощущений нет. Берёте просто почаще, доводите свой сустав до такого состояния и потихонечку, потихонечку разрабатываете, разрабатываете. Опять же, сустав – это в первую очередь мышцы. Это ещё великий русский невролог Рассалима в 1927 году в своей работе «Курс нервных болезней» доказал, что сустав – это в первую очередь мышца, связки и суставная жидкость. Обращая внимание на первое место, поставленная мышца. То есть мышца – это и лечит, и грузит, и доставляет питательные вещества в наш сустав, да, и собирает шлаки. Так вот, поэтому, почему я и говорю, что надо восстановить мелкую моторику всего организма, чтобы запустить вот это восстановление сустава. Поэтому ваша задача сейчас именно с помощью мышцы и с помощью увеличения амплитуды доводить, да, пусть немножко пощёлкивать, пощёлкивать, но потихонечку-потихонечку сустав изменится, и уже этого ограничения не будет. То есть, а так, могут ещё белевые ощущения появиться. Хорошо. Дальше реплика в эфир от Тианы. Здравия ведущим. Александра долгое время занималась восточными единоборствами. На соревнованиях выберет изобедренный сустав. Вправляла не раз, всё равно с места сходит иногда. Бывает, прям чувствую, что кость с места смещается, и не могу наступить на ногу, пока не разомну ногу круговыми движениями, боль не проходит. Посоветуйте, что сделать, так как мне ещё семью создавать свою и детей в будущем рожать. Благодарю. О, знакомая ситуация. Опять же, мы начали спорт, а здоровых очень мало. Как правило, физические и душевные инвалиды. Но, опять же, в первую очередь, что я посоветую, пожелать добра и любви тем людям, тем тренерам, которые... Для чего это нужно было? Ничего страшного. В принципе, ситуация решаемая, тем более в молотовом возрасте решаемая. То есть, опять же, круговые движения хорошо. В тазобедренном суставе надо делать восьмерочки. И вообще лечить нас восьмерку. Если горизонтально восьмерку положить, то на что это похоже? То есть, вертикально это восьмерка. А если я положить горизонтально, это у нас будет бесконечность. Так вот. На своих тренировках я именно культивирую вот эту восьмерочку. Подбираю такие упражнения, чтобы практически в каждом суставе мы могли проработать восьмерку. А для этого нужно создать волну, начиная от стопы, от пальчиков ног и через все тело до кончая пальчиков. Вот. И нечто подобное. Вам нужно будет восьмерочку особенно акцентировать на тазобедренном суставе. И есть еще одно очень интересное про рекламирование, даже не постесняясь. Зайдите в интернет. Доктор Попов. Зал здоровья. По-моему, первая часть. Прекрасная. Я могу здесь долго рассказывать. Может быть, по радио не так это будет понятно. А там, зайдете, посмотрите, тот же принцип мелкой моторика, восстановление вот этих связок, порывов. То есть, что такое у вас? Раз выпадает сустав, значит, вот эти связки, суставная капсула, она растянута, она не восстановилась. То есть, если вы начнете, как в единоборцах, опять, максимальные амплитуды, там закачаться, максимальные веса брать не бесполезно. Нужно именно делать мелкие, но симметричные движения. То есть, если у вас болит, по-моему, не сказал, правый сустав с бедрами, ну, не важно, пусть, если болит правый сустав, то левый должен работать с такой же амплитудой и брать минимальные такие движения, которые не вызывают боль. Или, если все, любое движение вызывает боль, то хотя бы минимальные боливающие. И потихонечку, потихонечку, вот этими мелкими движениями, такими, прорабатывать, правда, добиваться симметрии в движениях. То, что я говорил, вот эти перекосы вечные, стойкие, это надо уходить, надо возвращаться к естественной физиологии человека. И вот очень хорошо об этом говорит доктор Попов. Он показывает, каким образом даже колени, другие суставы залечит. У него самого в локте косточки одной не хватает. Сам восстановился, защитил диссертацию, создал свой методик и помогает людям. Я говорю, посмотрите, ну, я говорю, вам нужно будет, и единственное от себя посоветую, это научиться, научить правильно тренировать свои мышцы. То есть, чем больше нагрузка, тем сильнее должны растягиваться ваши суставчики. Наши мышцы это умеют. То есть, ну, проще это понять на позвоночнике. Ну, и в тазобедренном суставе то же самое. Есть немножко там особенность, по радио не могу объяснить. Ну, начнете заниматься, поймете. То есть, суть такая, если, чем мы больше грузим мышцы, тем она больше создает давление межпозвоночной жидкости. То есть, сустав это сообразные герметичные капсулы. Причем это связки этой капсулы с измеримой с прочностью костей. Есть исследования, которые показывают, когда на разрыв связки остаются целы. Не помню, в каком процентном соотношении. Ну, по-моему, больше 50% остаются прочные, если не 70% связки остаются. То есть, суставная капсула. А кость отрывается. Представляете, как прочность? Поэтому мышцы, это разный насос, гидравлика, все то же самое. Ничего нового в человеке нет. Плюс жидкость наша неизжимаемая. То есть, межсуставная жидкость. Есть исследование, там, сумасшедшее давление, под которым нельзя эту жидкость выдавить из сустава. Так вот, чем больше мы поднимаем нагрузку, тем больше создается давление сустава. Жидкость туда дополнительно впрыскается. И, в принципе, в теории, мы не можем, не можем никогда стереть сустав. Чтобы стереть наш сустав, нужно либо научить неправильно работать мышцам, что нас научили на тренировках. Я преподаю совсем другое. и забить наши сосуды слизью, шлаками, токсинами, назовите как угодно. Но суть одна. Вот Тяна задает вопрос. Растяжку можно делать для того, чтобы улучшить состояние тазобедренного сустава, но вообще состояние всех связок, когда проблемы с ним возникают? Вот сейчас нет. Тем более, опять надо смотреть, какую растяжку. Одна и та же растяжка. Я вот этот раз говорил, прыгать – это хорошо или плохо? Бегать – это хорошо или плохо? Как прыгать, как ходить, как растягиваться? Это абсолютно разные вещи. Вот тут не советую на сегодняшний день. Пока не научитесь, пока вы посмотрите доктора Попова, не поймёте суть, к чему стремиться, потому что он там вообще умница, всё доходчиво конкретно рассказывает. Что такое фасции, что такое травмы и так далее. То есть раз есть проблема, проблема напряжения в фасциях вас начинает перекашивать. Перекашивать в одну или в другую сторону. Почему люди горбятся, почему люди там искривляются и так далее после травмы. Если вы не восстановите, то не уберёте напряжение в фасциях. Что такое фасция, чтобы было понятно. Все вырезали мясо, да? Все? Алексей? Вырезал как-нибудь мясо? Шашлык и делал? Ну, было по молодости. Ну, вот. Давненько уже. Я уже позабыл, что это такое. Позабыл. Ну, белые жилочки, да? Белые такие жилочки практически по всему мясу. Вот. Это своеобразный гибкий скелет. Фасция – это, по-другому сказать, авоська. Вот. Есть кости, тут жёсткий скелет, да? Вот. И как бы авоська. Рыбацкая сетка. Ну, в общем, то, что пронизывает мышцы и удерживает их в каком-то состоянии. Постоянно даже если они расслаблены. То есть мышцы вплетены в эти фасции. Не наоборот. Ну, ладно. Хорошо. В общем, то, что удерживает мышцы в каком-то состоянии, даже если они не расслаблены. То есть если бы расслабились мышцы, не было этих фасов, то мясо бы всё-таки вниз бы осело, да? И была бы такая обвисшая структура на костях. Ну, будем считать так. Так вот. Вот как раз на эти фасции надо обратить внимание. То есть если есть травма, и пока вы не залечите вот их, не уберёте напряжение, не подтянете их, у вас сустав так и будет выпадать. То есть... Поэтому растяжка, растяжка сейчас это совсем ненужная вещь. Тем более, как растягиваться надо знать. Поэтому нет. Именно добейте симметричные упражнения, уберите болевые ощущения, и потом амплитуду этих движений увеличите. Но вот пока так. Хорошо. Так, Елена777, вопрос в эфир. Здравия с ведущим. Вот у людей очень много проблем с ногами. Не является ли косвенной причиной тому, что в последнее время люди ходят не по естественному покрытию, а по асфальту? Вот когда идёшь по асфальту, то идти намного тяжелее, неже чем по земле. А нога мягко ступает и очень комфортно идти. Проблема в асфальте? Ну то есть так, по асфальту идёшь босичком – не то. По земле идёшь – хорошо. Даже по асфальту в обувь какую-то идёшь – тоже не то. А вот по земле всё замечательно хорошо. Так в чём проблема? В асфальте или всё-таки проблема в головах у людей? Ну, подобный вопрос был в прошлый раз. Во-первых, уберите вот эти стереотипы. Асфальт – это нейтральная поверхность. Это просто ровная поверхность. Если с точки зрения энергетики и так далее, мы говорим, что это какой-то изолятор и так далее. Ну да, вот с точки зрения вот этого с ним будем рассматривать. Ну это да. То есть, тем более босиком мы контактируем с землёй, обвинемся энергией. Да, вот за счёт этого улучшение. Но с точки зрения механики, вот именно, это ровная поверхность. Да, ходите вы по этому асфальту, да не бойтесь вы ничего этого. Ну, только говорю, что воняет неприятно, можно ошпариться, когда он горячий. А то есть, ровные поверхности, не бойтесь дома тоже. Это нейтральные поверхности. Они вам не мешают. Если вы заступаете правильно, то и ради бога, ничего плохого-то не будет. Уже по энергетике это уже другое отношение. По бетону, по асфальту, по резине. И вот только в этом отличие. А по механике ходить даже не хватит снять. Но всё-таки, а почему тогда по земле комфортнее ходить или не 777, неже чем по асфальту? Ну, потому что мы, во-первых, заземляемся. Элементарно заземляемся. И он, конечно, ну опять, какая земля? Вот если по песку, я не рекомендую ходить по песку, например. Просто постоять, да. А с точки зрения дефектов, опять же, поверните всё наоборот. Ходите по песку. Один из рекомендаций лечения плоскостопия – ходить по песку. Ни в коем случае. Просто два раза сходить – да ничего страшного. А если вы будете постоянно ходить по песку, действительно, до воду и ходить там сутками по этому песку, вы услугу сделаете больше себе проблему. И плоскостопие только ухудшится. Знаете почему? У кого-нибудь есть какие-нибудь дыраки? Нет? Ну ты не томи, давай, говори. Чем усугубят-то? Чем усугубят? Эффект супинатора. Это то же самое, что супинатор ставить в обувь. И всё. То есть песок, он заполняет полностью пустоты. Все эти наши подъёмы. Комфортно, мягко. Передний отдел стопы перестаёт работать полноценно. То, что я говорил, скручение стопы хуже. И стопа, если где-то помимо этого песка ещё что-то не получит дополнительные нагрузки, она просто-напросто будет уплощаться до нельзя. Потому, если обратите внимание, те же индусы и так далее, те народности, у которых очень много песка под ногами, и не очень часто, у них, даже если нет пустоты, у них небольшой подъём, небольшой свод. Продольный свод достаточно низкий. Но это не значит, что они все с пустоты. Нет. Это как раз особенность. Почему я говорю, что вот три критерии, плевать, какой у вас там арка на миллиметр, на два больше или на меньше. Но песок иноспособствует либо дефекту, либо небольшому своду. Вот так. В общем, проблема не в асфальте. Да, конечно. Проблема в тех, кто по нему ходит. Да. Да, всё правильно. Ладно. Владимир Миров, вопрос эфир. Как канал на Ютубе называется? Как попасть на твой канал? Как Александр Владимирович Киселёв и какое-нибудь попутное слово. Плоскостопие, косолапость, ортопедия. И будет мой канал. И там есть вот три последних видео. Это как раз три части одного семинара в Чебоксарах. Понятно. Идём дальше. Елена, 777. Вопрос эфир. Как убрать косточку на ногах, на большом пальце? Спасибо. Кстати, да, такой вопрос у большинства женщин, который возникает. Знаешь, у меня такое ощущение? У современных женщин, у большинства такой вопрос возникает. Как эту косточку дурацкую убрать? А я вот всё время задаю вопрос. А как вы эту дурацкую косточку себе наращивали, когда засовывали свои нежные ножки вот в эти вот испанские сапожки, где у вас там всё выворачивалось, где там у вас всё так выгибалось, где ваши сусавы были раздёрнуты, и вот эта вся жидкость туда вываливалась, выкручивалась, выливалась, и потом застывала? Вот у меня вопрос. Как вы довелись от такого состояния? Где у вас был тот самый песок, по которому ходить нельзя? Какой марки был тот асфальт, который вас там на это надоумил? Ну ладно, как же убрать косточку? Как же убрать? Ну опять же, вернуться к естественной физиологии. То есть, что такое? Чтобы исцелить любой сустав, нужно иметь три вещи. Первое, это вернуть ось вращения этого сустава в нормальную физиологическую плоскость. То есть, в данном случае, правильно Алексей ты сказал, что основное, это почему калечит нас в первую очередь обувь. Почему я призываю, я даже петицию создал, чтобы подписались люди, насколько можно себя калечить. То есть, давайте, кто хочет ходить модных вот в таких, ну это я бы правильно сказал, не испанский сапожок, это все-таки китайский лотос. Испанский сапожок сдавливал, как правило, голеностоп, голень и коленку, а китайский лотос, это вот как раз стопу скручивали, так закручивали, что пальцы там ломались и все прочее. Так вот, мы до сих пор, милые дамы, ходим вот в этом китайском лотосе. И для мужчин то же самое. Недалеко ушли, там чуть поменьше сужение, но она есть и так же калечит наши ноги. И причем выбора-то у нас нет. Понимаете, то есть, мода и там, там все вот рукой. Я не зря сделал в 13-м году первые в мире физиологические сандалии, чтобы показать, вот, сфотографировал их и на петицию свою выложил, чтобы люди подписывались. А заботитесь о нашей хотя бы правительстве, или самим в первую очередь, конечно, заботиться, что давайте все-таки создадим правильную физиологическую обувь, чтобы у нас был выбор. Кто хочет ходить в такой обуви модной, в ущерб собственной здоровью, братья Бога, ну, это же его выбор. Но у меня-то нет выбора. Я пришел в магазин, я знаю, как и хожу там. Выбираю, 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 плююсь, плююсь, ну, что ты. А ничего нету. Приходится брать и дорабатывать самому. Так вот, чтобы исправить эту косточку, да, первое, что я сказал, что нужно начать вращать этот пальчик в правильной физиологической плоскости. Что это значит? Есть этот плюс, ну, посмотрите в анатомическом атласе. Плюс, ну, то есть, и продолжением этой плюсы должен быть пальчик. То, что я сказал, первый критерий оценки плоскостопия, да. Так вот, когда мы начнем вращать этот пальчик вот в этой плоскости, он сам исправится. Для этого, конечно, нужна обувь. Вот я себе эту обувь сделал и хожу, вот сейчас все, уже летний сезон меня насутрил, я впрыгиваю в нее, у меня пальцы балдые. А они у меня вращают, и большой мизинец, и все остальные вращают. Теперь сгибается в физиологической плоскости. Так вот, первый слой, то есть, раз обувь не дают, значит, на ночь, перед сном берем, пальчики тут отгибаем. У меня на сайте есть ВКонтактах, там я видео, предлагаю видео, кому надо по поводу вот этого, как исправить шишечку. Ну, расскажу пока на словах. То есть, отгибаем немножко пальчик в плоскости, вот этой с плюсной ровняем, и начинаем, естественно, сделать сгибать-разгибать. Плюс, массажируем здесь же пальцами. То есть, улучшаем кровоснабжение, чтобы вот эта вся наша костная мозоль рассасывалась. И третье условие. Это мы мысленно должны быть в этом суставе. То есть, надо с суставом разговаривать. То есть, мысленно я должен быть в нем. Ну, и соответственно, дыхание. Дыхание еще, дыхание должно быть свободное. Уберите старческое дыхание. Вот то, что я предлагаю на тренировках и так далее. Ни в коем случае дыхание должно быть спертом. Что-то такие вот эти кряхтения. Вот уберите. Обратите внимание на своих детей. Они уже такие маленькие. Завязывая шнурки, опять кряхтят. Это они уже в этом возрасте приобрели старческое дыхание. О чем речь можно вести в зрелом возрасте? Вот. Так вот, напоминаю. Чтобы шишка ушла, нужно заставить палец вращаться в физиологической плоскости. То есть, на продолжение плюс. Мысленно надо быть в этом суставе. Обеспечить дыхание. Свободное. Ну, и массаж. Массаж этого места. Разгонять. Можно погреть и так далее. Ну, как я просто по себе могу судить. Это, опять же, мое изобретение. Когда у меня на правой ноге был травмирован. Не один раз я его ломал. Плюс не фаланга состава первых пальцев. Шишка была приличная на ноге. Вот. И я вот с помощью вот этого упражнения убрал. Сейчас я сравнял. Что на левую, что на правую ноге. Опять же, зайдите в гостевую книгу. Могу соврать. 15-й, по-моему, что ли. Не помню. Ну, если напишите в гостевой книге, скажу точнее. Там одна девушка приводит, ну, правда, 15-летняя подружка. Ее быстро исправила вот эту косточку с помощью моих упражнений. Вот. С возрастом, конечно, подольше. Но, тем не менее, я исправлял свою косточку. Ну, года два почти регулярно. Конечно, срывался. Единственное, я немножко неправильно делал. Я, в основном, делал утром. Просыпался. И, когда еще вставать не хочется, я садился и начинал этот массаж косточек, да. И заодно просыпался сам. Мне это нравилось. А я рекомендую все-таки главный упор сделать на ночь. Потому что утром, когда просыпаешься, этот пальчик разработал и приходится опять в эти китайские лотосы в ботинки вставлять. Он начинает ругаться, материться. А если это еще главным образом делать на ночь, то за ночь он немножко успевает восстановить более-менее физиологическое положение. Ну, а лучше всего и утром, и вечером. Вот так. Хорошо. Идем дальше. Владимир Миров. Значит, как называется, YouTube-канал ты уже сказал. Про косточку поговорили. И теперь переходим к следующему вопросу от Владимира Змытища. «Что делать, чтобы оградить детей от этого недуга? В плане обуви тоже что покупать? В плане обуви тоже что покупать? В общем, короче, что покупать из обуви? Проще с примерами. Что покупать? Индивидуально смотреть надо. Ну, во-первых, сразу основной критерий. Чем ниже каблук, тем лучше. Если нет каблука, еще лучше. Носок максимально широкий. Ну, и желательно на размер побольше. Потому что для себя даже специально на размер. То есть, чем дальше этот острый носок, тем больше свободного места для пальцев. Если до безобразия у вас все равно не получится, будете спотыкаться тоже не... Ну, хотя бы на размер для детей можно и там полтора-два размера побольше. Они растут, поэтому... И чтобы подошвы была... не сильно выступала за края. То есть, вот по периметру сверху смотрим, да вот стопа, вот наш кожаный ботинок. И вот, чтобы за эти края то, что сильно не выступало. Чем меньше она выступает, тем лучше. Ну, и соответственно, обувь надо обязательно дорабатывать. Три минимальные доработки надо сделать. Это срез номер два. на сайте посмотрите у меня скругление номер три. Это чтобы стопа спокойно становилась на ребро в ботинке. Ну, и вставочку пять. Вставочку пять нужно почему? Потому что в каждой обуви у нас сделана корыта. То есть, если вы возьмете ботинок, нальете или ботинок, или одну подошву, нальете воду, она скопится вот в этом корыте. это как раз то место, где у нас находятся плюс нефаланговые суставы. Второго, третьего, четвертого пальчика. То есть, вот, если мизинец большой как бы наверху, а в яме находятся вот эти три пальчика их сустава. И поэтому у нас получается поперечная плоскостопия. Как бы вы ни старались, а если учесть, что женщина идет на каблуке и задирает еще пятку и усилие в эту яму с максимальным усилием опускается вот эти второй, третий, четвертый пальчик и стопа разваливается. Плюс узкий носок, почему они пальцы-то у вас друг на друга залазят. И потом надо очень долго это все исправлять. Тоже можно. Вот по обуви если все понятно, то вот так. У нас сейчас ходят таких даже не знаю как это называется балетки что ли называют, когда вот похоже чем-то на чешки советских времен и вот в этом ходят как в постоянной обуви. Что ты про это можешь сказать? То есть там как таковой подошвы вообще я понимаю нет. Ну, кстати это не самый худший вариант. Причем еще по-моему года два назад и хотели запретить. Был такой интересный депутат Олег забыл на мою фамилию. Он запретит кеды и чешки и балетки значит без каблука плоскостопие развивает и так далее. Ну великий в кавычках специалист вышел с трибуны и начал такую ересь гнать. Нет это лучше чем вот эта грубая подошва. Единственное балетки делает опять же проблему. В чем носок сужается и как правило у них подкладка есть. Так сказать маленькая подошва под передним отделом и под пяткой. А вот этот промежуток пустой. Если стопа уже сформирована мощнее и так далее она прощает это и по барабану. Если стопа имеет дефект вот эта пустота между этими подошвами под пяткой и под передним это тоже влияет отрицательно. Поэтому балетки балетками рост. Но это все равно лучше чем вот эти жесткие широкими и с толстыми подошвами обувь. Ладно идем дальше. Геннадий Романенко задает вопрос из ютуба. Как плоскостопие влияет на весь организм? На физическом энергетическом? Благодарю. Ну тут ничего не могу сказать. Это все как раз любой практически ортопедический сайт откроете. Вот в этом тут все по-честному. Никто не врет, ничего не обладает. Все расписывается как от стопы и до самого Атланта идет искажение и искривление. Вот тут все по-честному. Единственное, они сам механизм не объясняют. Я могу сейчас зная как работает стопа и дальше раскладывают эту механику. Я могу с помощью математики рассказать куда какие моменты создаются и где как перекасывается таз раз перекосились. То есть у нас принцип такой раз идет перекос в стопе он передается по всем суставам ноги и рано или поздно перекасывается перекасывается таз соответственно перекрашивается первый позвонок здесь который после креста идет соответственно чтобы компенсировать перекос будет изменение сколиоза всего позвоночника и до Атланта чтобы компенсировать это сдухов сдухов вот таким образом ну понятно в общем если неправильно работает стопа то в этом случае компенсация проходит за счет позвоночника который перекашивается перекошенный позвоночник уже в дальнейшем дает свое ослаждение на весь организм поскольку к нему прикреплены все и мышцы и все и органы так или иначе с ним связаны и если у вас перекашивание это означает что вполне может там быть защемление грыжа и в общем-то ничего хорошего отсюда не получаете в дальнейшем неправильная работа органов вот и в общем-то распишитесь получите вы наш пациент говорят доктора и глядя хитро прищурясь на вас потирает руки представляя сумму денежек которые они из вас получат так что имейте ввиду стопа это основа если конечно еще вы ходите если не ходите то в этом случае тогда плюньте на это дело не обращайте внимания любую обувь тогда одевайте дальше Елена777 вопрос эфир сколько человек километров надо пройти в день для пользы ног и есть ли какие-нибудь упражнения для ног ну вот опять же я разделяю есть официальная так сказать медицинские анализы нормы считаются 10 тысяч шагов в день но я не придерживаюсь к этим нормам почему все просто важно не сколько а как ходить во первых в каком состоянии мы забыли о состоянии то есть одно и то же упражнение в разном сделано состоянии мы можем получить пользу можем получить вреду ну и самое главное я скажу вот пусть я один шаг делаю но правильно ведь если вы обратите внимание посмотрите на природу ведь это только человек причем его как искусственно вот сейчас создали в последнее время бегает как дурак как заводной то есть наших предков обозвали иванами дураками потому что они на печи лежали так представляете чтобы лечь на печь зимой это надо что как минимум эту печь сделать избу построить чтобы дров запасти и после этого иван дурак а скотину напоить накормить одом в том то и дело что есть периоды когда мы можем должны позволять себе просто лежать а когда мы бегать по 10 тысяч и по 20 тысяч если надо 30 тысяч шагов в день это уже другое лишь бы они были правильны и те же так сказать западные эти которые нас обзывают дураками за хворостом бегают каждый день поставили вместо русской печи которая экономически как говорится энергетически себя окупала все бегают за хворостом поставили эти как камин который просто в трубу все тепло уходит и это они мудрецы а иван дурак нет в том то и дело тот же иван телегу дров привез и топит всю зиму они бегают за хворостом это ну это опять же присказка немножко другого сила но суть такая что важно как ходить та же кошка она просто так бегать не будет если ей надобности нет она подтянулась этого ей достаточно то есть у меня тренировочка начинается с потягушечек и заканчивается потягушечкой если вы освоили вот это еще второе упражнение потягушечки потянулись их очень много различных и вы можете подобрать под себя то вы уже энергетически полностью свое тело убрали все напряжения и оздоровили только вот этим потягушечки то что делает кошка то что делает собака любой зверек потягивается и потом начинает правильно вступать и уберите вот эти нормы для одного и даже не то что для одного в определенный период той же зимой да не будете вы набирать эту норму если вы не в современном городе не бегаете как эти ищите где подешевле и так далее то есть нас же к этому привели мы сейчас не читаем книжки мы не лежим спокойно да полежите вы спокойно ножки отдохнут не надо бегать в этой обуви выправиться ваши пальчики поэтому не в норме дело не в норме а в вашем состоянии умение этим быть в нужном состоянии все время все 24 часа в сутки даже когда мы спим ходить и правильно сидеть правильно ходить все что мы не делаем нужно делать физиологически правильно вот этому я учу на тренировках то есть если мы ходим на тренировки для того чтобы пешить медальки или вот только на тренировке мы эти движения пользуемся а вот это все это уже вышли за спортзал и забыли только в спортзале мы эти используем движения да не надо ходить на эти тренировки не надо весь смысл мы учим вот у меня на тренировках мы учим вот все движения которые мы используем Мы используем их в быту у себя С лопатой правильно копать Ветро правильно поднять Бревнышко тоже правильно поднять Правильно бросить и так далее Вот и набирайте вы физиологически эти движения На той же печке надо лежать Правильно, вот и все И не забудьте про эти нормы Подбирайте свои нормы На каждый день, на каждый сезон Собственные Поймите, что именно вы Сами себя можете исцелить Когда вы видите свою формулу здоровья Я вам даю базовые критерии О индивидуальности Вы наработаете сами Поймите суть Как тренировать мышцы Они должны сжиматься и растягиваться А на жучили как Мышцы напрягаются и расслабляются Да ничего там не расслабляется Расслабленный Абсолютно расслабленный Это труп Опять же есть исследование Того же Витинсона Академика Где там черным по белым Написано У мышцы два состояния Уступающая работа И преодолевающая Работа Представляете Работа Уступающая Я преодолевающая Нету там расслабленного состояния Это Целые труды Написаны Конкретно Сейчас вспомню Закономерности Нормальной и патологической Ходьбы человека Академик А.С. Витинсон Там с формулами С графиками Все расписано То есть Понимаете что Мышцы наши Никогда не расслабляются И опять же Что такое отдых Это смена деятельности Вот это и есть полноценный То есть Мы один вид деятельности Занимаем Заменяем на другой И даже Во сне Мы трудимся Те же 94% 96% Клеток головного мозга Работают во сне На эго Нас В дневное время Там 4% Достаточно Обслужить То есть Мы Бросьте привычку Мой совет Бросьте привычку Делать вид Что вы отдыхаете Человек Никогда не отдыхает Он меняет Один вид деятельности На другой Вот как вы перестанете отдыхать Все встанет на свои места И вы найдете норму Сколько шагов вам сделать Сколько И как полежать Как правильно посидеть Надеюсь я ответил на ваш вопрос Да понятно В общем взяли бревнышко И весело понесли Когда это надо Скажи Какие-то упражнения Для ног Есть какие-нибудь Упражнения Которыми можно Так на досуге Сменив деятельность Позаниматься Для пользы дела Ну конечно есть И вот опять же Выложу На днях Выложу буквально Тренировочку Свою Счебоксары Да там Принципиальные моменты Показываю Рассказываю Там конечно Упражнений Очень много Первое самое главное Упражнение Правильно ступаем Потом Особенно если Ножки надо восстанавливать И сзади не устали Перекатывание Топтание Так сказать На наружной части Стопы С одной На другую Ну это такие Базовые Ну и там Конечно Еще есть Некоторые упражнения Но это вот Будет Более понятно На тренировочках Я и хочу Что вот эту тренировочку То есть Такой тип Принцип тренировки Он должен быть везде Начиная В садик В школах То есть Опять же Тот же казачий спас Русский стиль Ничего нового Вернуться Надо к предкам Единственное Что в отличие От вот этих Казачьих спас Русского стиля Я уделяю Внимание Стопе То есть Через стопу Запускаю Все остальное То есть Вот И результат Будет лучше В той же рукопашке И так далее Когда человек Выстроит Вначале Стопу Вот Поэтому я подбираю Те упражнения Которые То есть Ну тяжело же Вот эти Упражнения Делают Нудные И так далее Там Топтанец Все время Ну это неинтересно Мне лично По моему темпераменту Это неинтересно Яда Прорабатывается Буквально там Минутку Две Три Вот А потом Это же Надо что-то Двигаться дальше А потом Начинаешь обманывать То есть И свою психику Ну и Людей Которые у меня Тренируются Начинаем Палочки С палочками Крутить С мячиками Друг с другом Кувырочки И так далее И человек Сам не понимает Как Я ему Спровыкаю Ножку Потому что Я ему подбираю Такие упражнения Которые Хочешь не хочешь Он Именно должен Стопой Запустить Правильное Тело Тогда Упражнение Выполнится И когда у него Получается Упражнение Ох Хорош А я радую Что у него Правильно Сработала стопа Ну это Это уже Психологические Трюки Так сказать Мои Индивидуальные Вот И поэтому Самое главное Упражнение Это Правильная Ходьба Ну и вот Это топтание Второе На наружном Сводах Стопы Со скручением Вот именно Этой стопы Вот это Главные Базовые Упражнения На семинаре Вы уже Посмотрите Мы На ютубе Хорошо Елена 777 Вопрос Эфир Существует Какая-либо Диета Для здоровья Ног Слышала Что у некоторых Народов Нет проблем С суставами Так А как Они Кушают Хаш Густой холодец Из баранины Ну Сколько Сколько людей Столько И опять же Форму Здоровья Да Может быть Но они Не только Хаш Наверное Кушают Еще что-то И двигаются Каким-то Образом С измеряемой Нагрузки Я Интересные Уже Появляются Нагрузки Нагрузки Главное Их тяжело К другому Человеку Поэтому Все-таки Я думаю Что Хаш И холодец Больше Психологически Имеют Значение Чем Реально Для суставов Помогает Ты когда Отвечал На вопрос Про Хаш Из Баранины Скал Из живой Сразу так Я представил Себе Из живого Барана Ну хорошо Ты уточнил Потом Из овощей Ладно Идем дальше Людмила Рузова Из ютуба А если На море И там Кругом Песок Что тогда Летать Там песок Ходить На здоровье Но сколько Вы будете На том море Ведь вы же Кроме этого Еще получаете И другие Процедуры Солевые Ванны Там Озоновые Как говорится Вот эти Дыхания И так далее Заходите Пожалуйста Ну сколько Вы будете На море Ну месяц И с моря Вы все равно Уходите Песок На пляже Пришли В поселок В дом В дачу Обычно Ровная поверхность Жесткая Ничего страшного Ничего страшного Опять Утрируйте Я вам даю Базу Кто хочет От ищет Возможность Кто не хочет От ищет Причину Причину Я найду Кучу Чтобы оправдать Своё бездействие Понимаете Ваша задача Научиться Видеть Вот эти положительные Моменты И их использовать Везде Упражнения Движения Где можно Только С детишками Я учу На тренировках Играть Играть Можно С мячиком С палочкой С друг Другом Как угодно И параллельно Его развивать Ставить ему Физиологически Правильное тело Причём Дети Очень быстро Схватывают Если Люди С закостенялыми С стереотипами Движения Их тяжело Сдвинуть Вы даже не представляете Какие На тренировки Приходят люди Некординированные Зажатые Причём Это не значит Что там Это не спортом Нет Причём Даже те же Спортсмены Столько блоков Столько зажимов Ужас Потому что Их перекосили В какую-то сторону Особенно Если неправильно Дали технику Есть Тренера Которые Всё-таки По какой-то Старой школе Ещё Ставят Всё-таки Технику Более-менее Правильно И у них Минимум Проблем Скажем так С физиологией У них есть Психологические Проблемы То, что я сказал Есть Перерождение Мышцы То есть Мышцы Становятся Деревенее Да Так сказать Мощный Сильный Но потом Рудутся связки И так далее С возрастом Дурит Так как говорится Много Мышцы Привыкло Импульс Выдавать Сразу Большой А связки Уже не держит И начинает Рваться Потому что Они уже Ещё стали Жёстче Эластично Идём дальше Родион Из Ютуба Как лечить Артроз Колени Рекомендуют Есть желатин Хрящ Типа наращивать Ваше мнение Какое Отрицательно Я уже сказал То есть Ну во-первых Вы хоть что Ешьте Во-первых Если у вас Забит кишечник Вверх Она не усвоится Выйдет напрямую Либо отложится В жировой ткани В виде слизи В тех же сосудах И забьёт Те же сосуды Которые Я же вам сказал Сто лет назад Ещё Русский Невролог Рассолим Сказал Сустав Это в первую очередь Мышцы Потом Связки Сустав Через мышцы Мышцы прокачат Через связки Через канальчики Там Питательные вещества В этот сустав И забьёт То есть Человек Это Трубчатая система И мышцы Гоняют по этим Трубкам Жидкость Вот и всё Если Если Нечем гонять Или вы не хотите Гонять То есть мышцами Да То есть мышцы Не хотите Лежите Не хотите Либо Ходите неправильно У вас передавливаются Суставы И так далее Передавливаются мышцы Они не в состоянии Гонять Или И третье Это вы Свои сосуды Забили Той же слизью Тем же желатином Вот И туда Просто Не проходят Часть сустава Не проходят Питательные вещества И оттуда Не заберутся Всё Вот только В этом состоянии Начинается Изменение Суставов Начинается Актроза Атрит И так Название Морь этих Всяких Я принципиально Не хочу называть Эти импортные слова Потому что Это уже Как говорится Молекулы натома Разлагают люди Надо понять Главный Принципиальный момент И заставьте Свои мышцы Правильно работать Чтобы суставы Критерий правильности Работы мышцы Это работа Всех суставов Физиологической плоскости И Что такое Правильная походка Это Последовательное Обращение Последовательное Включение Мышц Не все Начинает Очищать И весь Организм Уберет Слизь Из сосудов И так далее Вот Ну И Должно быть Свободное Нормальное Дыхание Чему я тоже Уберите Старческое Дыхание Вот эти Три вещи Которые Вы должны Обеспечить Тогда Вам не надо Будет Запоминать Название Суставных Болезней Вы поймите Принцип Вот этот Принцип Я и Рассказываю А формулу Здоровья Вы Подберете Себе И индивидуально Выведите И все Будет Отлично Хорошо Я с тобой Согласен Что Кушать Можно Очень много Чего вкусного И полезного Но Если у вас Доставка Продукции В блокадное Место Затруднена То в этом Случае Вы Что туда Несуете И все равно Туда не дойдет Поэтому Нужно Убирать Блокады Нужно Убирать Заторы И в этом Случае Тогда все Будет Само собой Выравниваться Организм Направит Туда Через Кровь Через Движение Правильное То что Нужно Если у вас Неправильно Работает Стопа Если у вас Сустав Вывернут Если позвоночник Уже Дал какой-то Крен Если там Пережато Все Ну что У вас Туда Придет Вы хоть Золото Засовывает Все равно Ничего Не окажется Нужное Хоть Платину Так что Сначала Займитесь Тем Что Является Основой Вот На что Вы Встаете То для вас Основа Ваш Фундамент Правильно Работает Да Правильно Работает Все будет Хорошо Неправильно Ну Значит Почему Я предлагаю Что Точка Что Взять По крайней Что Касается Опорно Двигательный Аппарат Это Все Так Стопу И Пока Мы Не Придем К моему Принципу Работы Стопы Это не Мой Это Физиология Просто Я его Сформулирую То есть Пока Это у нас Рессора Неподвижная Стационарная Мы так И будем Калечить Себя Если Мы понимаем Что Это Движитель Который Нас По жизни Несет В ту сторону Куда нам Надо Тогда Точка Чет Это Стопа Все И Хочу Еще Уточнить Тогда Мы О сколиозе Частенько Говорим Что Да Исколиоз Так Вот Запомните Сколиоз Не Справляется Симметричными Упражнениями То Что Нас На ФК В основном Закачивайте 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 Вот Так Какие-то Упражнения Ну Это Бесполезно То Ну Пример Возьмите Любого Ну Не Любого Штангиста Да Ведь Среди них Очень Много Сколиозников Они Закачивают Спины Симметричными Упражнениями А как Сколиоз Был Так И Остался Ну Че Толку Закачивать Если Есть Перекос Ну Симметрично Работают Обе Мышцы С одной С одной С одной Стороны Позвоночник С другой С левой Например С правой Ну И что Та Которая С левой Например Слабая А справа Сильная Сделали Ровное количество Повторений На каждую Ну И что На это количество И левое И правое Увеличило Улучшило Силу На одинаковую Величину А разница Не изменилась Перепад Между ними Не изменился Одна Стала Чуть посильнее Другая Стала посильнее Ну и что Ничего не справится Волну Надо создавать То есть Опять же Волну В позвоночнике Национальная Вот тогда Перераспределение Произойдет Та Что Слабая Стань чуть посильнее Догонит Сильную И все это Выравнится Поэтому Симметричное Упражнение Не исправить Скали Воз Только Волновые Волновые Движения Они Лечат Все Вот ты сказал Про точку Отчета У кого-то Точка Отчета Ноги У кого-то Точка Отчета Голова В зависимости Что Кто ставит Вперед Наверное Точка Отчета Все-таки Голова Где есть Мысли Но Опорная Точка Это Ноги Но Проблема Современного Человека В том Что Он Уже Не может И головой Нормально Мыслить И Ногами Нормально Перебирать Поэтому Он Переводит В средние Составляющие Это В район Зада Вот Это Седалищ Проблема Поэтому Точка Отчета У многих Это То Место Которым Он Ровно Стоит На стуле Ну Ладно Ну Кстати Тогда уж Пора Вот На стуле Тоже Надо Сидеть Правильно А Наши Стулья Сделаны Таким Образом Что Правильно Сидеть На них Невозможно И После Чего Спина Травмируется Но Это Отдельная Тема Потому Что После Обуви Я дошел И до Стульев И до Кровати И до Одежды Тоже Надо Как ее Шить Где же Вы должны И так далее Чтобы Не мешало Ходить Не мешало Сидеть Правильно Лежать И так далее Ну Давайте Вначале Хотя бы Физиологическую Обувь Все таки От Запроса Мир Сделаем Подпишем Хотя бы Петиции И Хотя бы Будем Людям Рассказывать Что Можно Делать Физиологическую Обувь И Нужно Делать И чтобы На фабриках У нас Она запустилась Александр Ты знаешь На нашей Петиции У них есть Свои Диспозиции Такое ощущение Глубоко И надолго Мне кажется Здесь надо Каждому Просто Осознать Когда Каждый Осознает Что Вот это Есть Нельзя Вот это Нюхать Не надо Вот это Себя Засовывать Не стоит А вот В это Залезать Не надо Это Вредно Вот тогда Просто По Всем Законам Капитализма Спрос Который Рождает Предложение Если он Падает То в этом случае Предложения Тоже так же Резко Будут Заканчиваться И чем Больше Будут Сопрашивать Правильную Обувь Тем Больше Появится На нее Спрос И тем Быстрее Она Появится Именно Та Которая Полезна И Нужна То же Самое С питанием То же Самое Со всем Остальным У нас Часто Люди Когда идут Супермаркет Тот же Самый У нас Супермаркеты Везде Смотришь Ларек Такой На автобусной Становке Нижнего Годища Супермаркет Написано Там стоят Шесть Бутылок Пива И кусок Колбасы Такой Затухший Вот это Супермаркет Так вот Идут По таким Супермаркетам И говорят Ну а что Выбирать То нечего Выбирать То нечего Все равно Везде Отрава Так вы Не идите Туда Вы как-то Зажмите Кое-что В руку Так это Сильно Силой воли И посидите Там На гречке На чем-то еще На какой-то Кашке Посидите Поешьте Каких-то там Овощей Купленных Выращенных У себя На огороде Или что-то еще Чтобы спрос Упал на эту Один не купил Десятый не купил Сотый Тысячный Миллионный Не купил Ну что Вы думаете Супермаркеты Эту дрянь Будут держать А когда Вы идете И только Из-за упаковки Красивой Покупаете Или говорите А чем же Я буду кормить Своих детей Ну в этом случае Тогда супермаркет Вам будет Говорить Welcome Друзья мои Пожалуйста Без проблем Кушайте Вот на здоровье Все от нас зависит А не надо Говорить то Что от нас зависит Но все равно Ничего Откуда Ну и так далее Если это бормочат Около кассы Жалуются Ну это просто Незрелые люди Они еще не проснулись Дело в том Что голосуем мы Да Мы вот сегодня Вот эти голосования Это все бред Конечно Все уже прекрасно понимают Что от нас там Ничего не зависит И ходить Нет смысла Но Мы ведь каждый день Голосуем с вами Вот Алексей Ты правильно сказал Ну мы голосуем С собственными деньгами Если мы вкладываем Эти деньги Вот в этих Производителей Которые производят Нам отраву Ну так они Пухнут Балатова Ну а почему бы Не вкладывать в людей Которые действительно Доказали На деле Что они способны Умеют И так далее Складываться В конце концов Или так далее Хотя бы Ведь есть сейчас И здоровые питания Магазины И так далее Пожалуйста Хотите Спонсируйте Голосуйте за них С собственными деньгами И все изменится Правильно Если Я не пойду Вот с дубовой суперманки Не буду продавать Своё здоровье Покупая вот эту Отраву Пластмассы Он же разорится Так что Голосуйте Своими деньгами За тех Производителей Которые Максимально честные И максимально Делают порядочные Продукты Не только продукты И вещи И так далее В общем Ты иди И голосуй Они получат Всякое То что заслуживают Идём дальше Так Про желатин Поговорили Вот Елена 777 Вопрос в эфир Получается Что раньше Не было в обуви Левой и правой А были прямые Ну к примеру Эти вот лапти Да там Лапти Вареньки Нет Опять Раньше Раньше Мы вот дальше Скажем так Петровских времён Ничего не представляем Да это Пётр Вот это лжепётр Мягко выражаясь Идиот Вёл И Первый Который вёл На одну ногу Вот эту колодку Сделали на одну ногу Сапоги В армии Где выводили Лапти Били крестьяне Те какие им нужны были А в армии Вот от солдафонца Они ввели на одну ногу Всё И Денчик Разнашил офицеру Сапоги Чтобы не перепутать Где левая И правая Вот от такого маразма Доходили И там Вот этот Весь парики И всё прочее Ну всё это введено Вот эти панталоны То есть Мужчин Мужчин превратили Непонятно в кого И вот в то время Ввели Вот этот Одинаковый Ну у нас практически Сейчас одинаковая Почти не отличается Левая от правая Почти не отличается Самое интересное Что находятся Ортопеды Которые говорят А вот чтобы исправить Вы возьмите Поменяйте Левая и справа Ну возьми себе Да поменяй Так и хочется сказать Ты хоть раз Ну возьми Поменяй Какие должны Ощущения у ребёнка Быть после этого Ну это вот что касается С каких времён Начали вводить Вот эту Асимметричную обувь Так Идём дальше Идём дальше Елена777 Вопрос в эфир В какой плоскости Вращать большой палец Ноги Вот когда говорили Про шишечку В какой плоскости В горизонтали Или так вверх Так оттянул Вверх Вниз Как мы ходим То есть опять же Самое лучшее Упражнение Это правильно Поход Как мы ходим Да Мы ходим Соответственно Пальчик сгибается То вверх То вниз Вот так же То есть мы его В одну плоскость Поставили С плюсной И вверх Вниз Его Начинаем вращать С помощью Своих Рукой И этими же Пальчиками руки Массажируем Косточки Ну я говорю В принципе Есть видео На сайт Зайдите Посмотрите Не на сайте А там Через Гостив Через Контакты Если нужно Будет Я вам вышлю Сделайте заявочку Хорошо Екатерина Филиппова Из ютуба Здравия всем Если у ребенка Двух лет Косолапость Можно ли его Поднимать За стопы Когда поднимала Внука вниз головой Голеностоп на суставе Что-то хрустело Как поднимать У меня есть одно Из упражнений Переверный полет Называется В котором как раз Поднимать Не за стоп За стоп Порвать нельзя А за лодыжки За голень Придержим Большим пальцем Мизинцем Безымянным пальцем Придержим Голень А нет Получается Основание Большого пальца А вот Другими пальчиками Мы вправляем Как раз Со стопу Это тоже Есть упражнение Я своих Они у меня Из головы Болтались Я их Качал Им нравилось И пока Они балдеют И не понимают Что я делаю С стопом Я их Вправляю И ножки Развожу Но тут Упражнений Очень много Когда вы понимаете Принцип Вы их потом Начнете сами А если хрустит Это вы значит Неправильно взялись Вы можете Вырвать Голеностопный Сустав И создать Проблему Вот этого делать Не надо Конечно Вот Да Это как-то Напрягло Когда вот Это про хруст Было сказано Так представляю Себя Ребеночка Двух лет Которого Так Ну да Еще Не факт Что у вас Есть косолапость Косолапие Косолапость Это немножко Разные вещи Не надо их путать У меня На сайте Есть Стопа Что такое Косолапие Что такое Косолапость Вот Нельзя эти вещи Путать Надо определиться Есть ли у вас Вообще Косолапость То есть А мы Вначале Делаем Ложный Диагноз А потом Учим Начнем Лечить Непонятно Что Вот Вот этого Я Предохраняю Вас Потому что Ко мне Очень много Вот Им Приходит Им Ну вот На том же В этой же статье Женщине Прямо В роддоме Только Родила И Говорит Вот Надо будет Вот этой Девочке У вас Надо будет Операцию Делать Или Вгиб Запас У вас Двусторонняя Косолапость И так далее Все Мать Там В панике Месяц Там Не знаю Что делать И там Вгиб Закатывали Ребенок Орал Сутки Ладно Матери Сердце Не выдержало Умрало Это Теперь Лечимся От Нервы Восстанавливаем Срыв нервный Произошел Что можете посоветовать Прислали Видео На основном Виде Фото Тоже Такая малышка Маленькая Тогда Месяц Или два Ну и что В результате Я Единственное Что я сказал Главное Ваши проблемы Это Тазобедренные Ставки Проработать Тазобедренные Ставки А Стопу Вообще Не трогать Забудьте Стопить Все Через Четыре Месяца Она присылает Ну там Еще Переписывались Она уточняла Такая скрупулезная Женщина Выписка Есть Краткая Выписка Что у них Было И что стало Все Через четыре Месяца Здоровый Ребенок Потом Через На годовую Комиссию Пошла Ну Опять Почитайте На сайте Какая Реакция Была Врача На это Ну Вот Так что Поэтому Прежде чем Крутить Ребенка Что-то Вворачивать Ему Там Говорить Косолапость Надо Узнать Есть ли Она на самом деле Очень много Ложен Гигант Так себе Представил Мучок Ну-ка Иди сюда Дай-ка Тебе Крутану Ну что Говорит Мамуль У меня Косолапсти Нету Мне Дяденька Саша Все Сказал Так Ладно Любомир Вопрос Эфир От Андрея Атлант Смещенный При рождении Врачами Вызывает Со временем Плоскостопие Вот мы С тобой Говорили Все Про плоскостопие И потом Про проблемы В организме А тут Обратный Подход От Атланта Вниз О как Ну что Скажешь Кстати Нормальное Явление Потому что Вот именно Восстанавливать Можно И сверху Вниз И снизу Вверх Потому что Это Две крайние Точки Атланта И стопа Ну так Дело В том Что Вот сколько Я занимаюсь Стопой Столько Я натыкаюсь На косвенные Признаки Связи Атланта Со стопой Некоторые Вот у меня Даже Какие-то Такие Наработки Есть Скромные Еще Очень Но Сказать Что я Профи В этом Деле Нет Не могу Что Связь Атланта Со стопой Есть Это Да Вот И интуитивно Я это Чувствовал И В литературе Вот Сквозь строчек Или косвенные Вот эти Указания Были Но Вот реально Конкретно В литературе Я не нашел Таких Исследователей Вот Сам Не наработал Еще Вот этих Чтобы Точно Придел Если По ноге Даже По позвоночнику Я Сразу Могу Говорить Эти вещи А тут Нет С Атлантом Я Ну что Связь Есть Это Точно И что Можно Восстанавливать Стопу Восстановить Атлант Я В этом Даже Не сомневаюсь И можно Правильно Поставить Атлант И будет Меньше Проблем Со стопой Тоже Не сомневаюсь Но это Настолько Все Индивидуально И вот Еще раз Повторюсь Я На сегодняшний Еще Такой Четкой Связи Не могу Соотслеживать Увидеть У человека Хорошо Так Вот Владимир Заматевич Вопрос Задает Александр Два Предыдущих Эфира Гости Нам Рассказывали Про Рептилоидов Вам Ноги Рептилоидов Попадались В практике Нет Мне Не попадались Вы знаете Что-то За Эти Мне Попадался В Новосибирске Скелет Мамонта Вот Тут Я Обалдел Это Одна Из Первых Очень Давно Уже Было По-моему 2006 Год Меня Помню Чуть Не выгнали С этого Музея Я Там Облазил Скелет И Когда Я Посмотрел Я Фотографировал У меня Начали Коситься Типа Чего Ты Делаешь Хочу Украсть Дома Такой Нужен Стопа У них Лапы Называются Мамонт И вообще Скелет Мамонта Один К одному Скелет Человек Один К одному Вообще Только Голова Другая А все Остальное Количество Позвонков Все Все И Стопа Если сказать По-человечески Стопа Мамонта Один К одному Со стопой Человека Мы можем Говорить Только О косточках Короче Все То же Самое Я Обалдел Мне так Хочется С тех пор Я никак Не могу Найти Скелет Родственника Слана Не могу Не в интернете Не вживую Не могу Увидеть Такие Примитивные Скелеты А вот Им Чтобы По косточкам Разбрать Вот Тут Сходство Один Как дому И теперь Я Для себя Сделал Своеобразное Открытие Что да Скорее всего Они ходили На задних Лапах Потом Стали И после Этого Я ходил Еще Наблюдал В цирк Специально Ходил На выступления Слонов И очень Много Для себя Сходство Увидел С человеческими Ногами С погодкой И все Трочек Но С рептилоидами Я вот Честно Пока Ничего Не могу Сказать Да Бог С этими Рептилоидами Меня Как-то Заинтриговал Твой Рассказ Про Мамонта Представляете Такой Ходящий На задних Лапах Мамонт Такой Волосатый Высокий Здоровый А что же Вы На четвереньках Начали ползать Да говорит Бивни Перевесили Ну Хорошо Скорее всего Растения Стали Пониже Понятно Понятно Ну Может быть Вообще На локтях Было ползать Неудобно Хорошо Идем дальше Ирина Вопрос Эфир Полезно ли Ходить Босиком По камням Уточнение По морским Вот эти Которые Галька Называются В море Ну Если Они маленькие Да Полезно Конечно Когда Большие Ну Как Это Ну Больше Не Тренировка Такая Силовая Нейтральная А вот Правильно Ступать Она конечно Не учит А вот Маленькая Речная Особенно Или Ну Та же Морская Но Галька Небольшая Да Это Очень Замечательно Поэтому Моя Дорожка Она На сайте Есть Она Сделана Из Речного Камня Небольшая Прям На весь Коридор Ее Сделал Так Чтобы Обойти Было Нельзя И У меня Дети Вот Получалось Когда С Дочкой Это Средней Я Эти Эксперименты Проводил Ей уже Было Три Кода А Младше А Младше Это Только И Поэтому Когда Я Сделал Дорожку Где-то Есть Уже Четыре Года Младше План Год И Он Практически Бегал Сразу По Ней Самая Лучшая Стопа У Последнего Там У меня Было Опыту Побольше И Он Наверное Так Кстати Уже Закаленный Был Что Вот По Камушкам Так В общем Елена 777 Сегодня У нас Чемпионка Она Разгадала Тайну Золотого Ключика Поэтому Все Хорошо И Замечательно Был 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 Билет В Сыктывкар Я Был 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 Идем Дальше Александр Караванский Из Ютуба Верно Хочешь Верно Хочешь Научиться Ходить Научись Стоять Стоять Да Но Опять же Я начинал Когда Немножко Говорил О статике Динамике Ну Стоять Это тоже Движение Вот это Надо понимать В принципе Человек Это Динамическое Волновое Существо Так вот Статика Вернее Стоять Это что Значит Это В первую Чуть Балансировать Чтоб не упасть Правильно То есть Мы должны Свой центр Тяжести В определенных Пропорциях Это выдержишь Иначе мы упадем Поэтому баланс Мы все равно Выдержим А с помощью Чего мы выдержим С помощью С помощью Той же Стопы Стопа Та же Стоя Она работает И вот Эта Таранная Косточка Которая Не прикреплена Ни одна мышца Вот И она Как раз Через нее Мы и передаем Все эти Балансирует Стопа И передается Импульс В нужном направлении Через нее И туда выше Поэтому Стоять Это да И причем В той же Царской армии Выправка была Не просто так Не просто так Пяточки вместе Носочки В росте Ставим И так далее И тренировки Были Тоже Я когда изучал Это дело Достаточно Физиологичный И правильный В отличии От современной Армии Там немножко Есть искажения Уже Особенно Если когда человек Не понимает Действительно Что такое Выправка И Правильный шаг А в обычных Тем более частях Вот как у меня было Там Далеко От физиологии Так что Стоять Это тоже Движение Угу Вот Лена 777 Получишь путевку На море В Сибирь К мамонтам Да-да На южной побережье Северного Ледовитого Океана Александр Караванский Из ютуба Верно А это Стоп дальше Родион из ютуба А если Не забит Ну в смысле Наверное Организм Хожу правильно Тренируюсь Постоянно Ну видимо Что-то там Это вот Про хрящи Когда мы говорили Чтобы есть желатин И прочее Прочее Говорит Что не забит У него организм И тренируется Постоянно И ходит правильно Может тогда Поможет Восстановить Сустав коленный Так у него Проблема с коленным Суставом Ну мы же Выше читали О том Что вот Сейчас Оставил Вот Родион из ютуба Как лечить Артроз колени Рекомендует Есть желатин Хрящ Наращивать Ваше мнение Вот как раз Он здесь уточнил А если Не забит Организм Хожу правильно Тренируюсь Постоянно Ну Значит Можно Желатин Не кушать Опять же Кушать Обычную Нормальную Пищу Все восстановится То есть Самое главное Упражнение Наша походка Если все правильно Все восстановится Ну и Опять же Напоминаю Доктора Попова Пусть посмотрим Если порыв Или там Растяжение Связочек Как Нужно Его заключить Просто Раз была Травма Значит Проблемы С теми же Фасцами Со связками Пока Симметрию Не восстановим Будут проблемы И правильно Выходить Не сможете Так Дальше Родион Из Ютуба А если не забит Это уже прочитали Александр Караванский Из Ютуба Важно Направлять Энергию Живую Яр силу Внутренную Воду Ци В то место Которое Тренируешь Куда Внимание Там И энергия Ну Я об этом Немножко говорил Что да То есть Я это Обозвал по другому Ведь в принципе Кому как удобней Да Кто как Представляет Я сказал Что мысленно Вы должны В том Суставе Который Проработает Да Если там Есть проблема То есть Изнутри Мысленно Вы это Лечите Назовите Эту энергию Назовите Мысли Ци Инь Янь Это Уже Немножко Другая тема Но суть Такая Что да То есть Направляем И исцеляемся Еще два вопроса Зачитаю Будем заканчивать Эфир Елена 777 Наша победительница Которую мы посылаем На реку Лену Ну Лена Значит на Лену Поедет По севернее Вопрос в эфир Полезно ли носить Лапти и валенки Уже так Было Обозначено Но все таки Все таки Лапти и валенки Это полезно Или Не надо Ну я повторюсь Какие в лапти Какие валенки То есть Бегать это хорошо Или плохо Как бегать Плавать это хорошо Ну валенки Обычные валенки Какие валенки Валеные Ну валеные Сейчас есть Кстати не только валеные Сейчас есть С подошвами И так далее Валеные Если бы они валялись На разные ноги Вообще Было бы изумительное То есть Сам войлок Это класс Вообще класс То есть у меня Вот есть валенки Я их ношу Подошву Магазинная Дорабатываю А все остальное Войлоком Замечательно Классно Если Валенки валять Не на Тимметричную Колодку Чтобы носочки Не зажимались Это вообще Обидел Так как они у нас Как правило Большие Растаптываются В растоптанной Вальки А лучше всего Эти вальки Сразу взять Молотком И отбить Подошву Чтобы она была Особенно в переднем Отделе Пяточку Там особо Отбивать не надо Пусть она будет Кругленькая Немножко сама А переднее отдел Надо Обидеть Конкретно Молотком Чтобы она была Плоская Ну и пошире Мосочек Чтобы пальцы Было Место свободное И носите На здоровье Прекрасно Закругленные Должны быть Плоские Закругленные Желательно Чтобы Заворонить Ну а лапти Клести надо Правильнее Опять Чтобы пальцы Не зажимались Ну пожалуйста Если Они будут Правильно Сплетены Достаточно Мягкие Ходите Единственное Что Не могу Посоветовать Я сам Не пробовал Не одевал То есть В теории Так Исторически Я ковырял Искал Вот Мало Что нашел Но Если Пальцы Не сжимаются Нормально Ходите Вот современные Лапти Которые продают Якобы За лапти Я не знаю Кто их там Делает И Почему так делают Но когда мне Как любителю Старины Вдруг принесли Современную Подделку Лапти Сказали Это вот В них можно ходить Я одел И я понял Что Не Это не лапти Это Подделка Лапти Потому что Да Потому что Были Заужены Носы И просто Ну там Невозможно Было Находиться Просто Невозможно И несмотря На то Что Да Так уютненько Что береста И продувается Не жарко Но Давят На пальцы И в конечном итоге Это Ну просто Колодка В которой Колодка Под лапти Скажем так А как-то В детстве Я видел Деревни Нашел На чердаке Старого дома Лапти Настоящие У них Тупые Были Носки Широкие И тупые И вот Ну конечно Они на взрослого человека А ребенку тогда Ну нельзя было Их померить Но вот я тогда Увидел Что они Конкретно Тупые Как вот прям Чемоданчик Такой Вот Да Я видел Это Вот тоже Очень давно В одном Историческом музее И с тех пор Больше Я вот Подобных лаптей Нигде не видел Все остальное Подделка Хорошо И рада вопрос Каких В каких Вернее так Из каких документальных Источников Сведений Что в дореволюционной России Выпускали обувь На одну ногу И что Денщики Эти Ну что В общем-то Они разнашивали Так Ну сейчас Конечно Я Не вспомню Где это Ну что Именно Была Целая статья А вот именно По обуви То есть Когда я занимался Исследованием обуви И это Прям была Там Целая статья Откуда То есть История обуви Это по обувщикам То есть Когда я уже Их Профессиональные Книги читал Ну поэтому Нет Я сейчас Не могу сказать А вот Давай тогда Давай просто так Поступим Кому интересно Посмотрите Есть национальные Деревянные Я не помню Как они называются Деревянные Обувь Которые Вот В Германии В Голландии По северни Там Германия В Голландии Особенно Этим прославилась И они такие Еще чуть загнутые Иногда Дел Такие вот Как Как у гномиков Вот сейчас Вот смотришь Или вот Вспомните Джеки Чаном Когда он там Бежал И как раз Такая обувь Рассыпалась Да Он этими колодками Дрался Он в них залез И пытался В них драться Но не получалось Они хорошо Кидаться Ими получилось Вот Если обратите Внимание То по стандарту Она делается На одну ногу То есть Вот посерединке Как валенки Вот так валяют Вырезают Там колодок Нет на правую На левую Ну не знаю Может быть сейчас Уже делают А вот старинные Все Они делались На одну А если вы Проследите Откуда брал Хер Питер Все Новшества То как раз Он брал Оттуда Из Голландии Как в первую очередь И из других мест Которые были близки Голландии Вот И означает Что мода была Как раз оттуда И не прижилась Она у нас Деревянная обувь Вот в том виде Как там Хотя попытки были Но прижилось То что проще Было выпускать На одну ногу Быстрее Все это сделать Потом разносить По ходу И так далее Так что Вот это вот Есть такое дело И просто Поищите Справочник Посмотрите Ну давай еще Прочитаем И будем заканчивать Из ютуба Медгард Земля Написал следующее Здравия Ребята Правила Всех спасет Три восклицательных знака Это что Вопросы Или Это Такая Реплика Да здравствует Да здравствует Слава КПСС Слава труду Из этой серии Правила Всех спасет Я с большим уважением Отношусь к правила И Что ты думаешь Спасет нас правила От косолапости Криво Чуть не сказал Криворукости Кривоногости Плоскостопие Тупоголовость Плоскоумие Да и прочего Ну короче Ну серьезно Серьезно Говорить что Правила Как вообще Отношение к правилу Все какое Ну я опять же Экспериментировал На правиле Специально пошел Попробовать Что и так далее Да Конечно Опыту мало В плане того Что основное Я попробовал На себе На сегодняшний день Меня это не устроило Положительные изменения Есть То есть воздействие Да То есть При каких-то Определенных техниках И навыках И личных Это можно добиться Да Но Меня Меня не устроило То что именно Вот это Отекают руки И так далее То есть Там надо Именно Переходить В какое-то Определенное состояние В принципе Для этого Правила И существует Вот Но я думаю Что Каждый ищет Свою формулу Здоровья И там все-таки Статическое состояние То есть Правила Стопу Никак не может Вправлять Если мы Ну Как бы мы Даже То есть Теоретически Да Мы вошли в состояние Мы там Позвоночник свой Поставили на место Мы Дух себя Как говорится Восстановили Но Мы не изменили Поход То есть Заученные стереотипы Остались Старыми И Все Круглые сутки Вправили Висеть не будешь Да Все равно Надо выходить Из него И идти И если мы Идем старой Походкой Ну все Возвращается На круги Своя Поэтому Тут соотношение Да Насколько Вот эти Десять минут Вправили Заменяют Десять тысяч Шагов Вот этой Дубовой Обуви Ну я не знаю Кто Победит Я сторонник Потому что Победит Обувь Это корявая И тупая Если мы Одели физиологическую Обувь Которая Хотя бы Не мешала И с помощью Провила Там еще Помогаем Все Наверное Тогда да Провила Победит А если В этих Буцах Корявых То наверное Обратно Будет Мое мнение Понятно Мнение Ясно Реплика Из ютуба Кстати Елена 777 Пишет Видела в музее Сапоги Петра Первого Были на Разную Ногу Вот Ну на что Я хочу Спросить А так Это Это ж царь Для него Спецзаказ А потом Не факт Что это его Сапоги Может это Наводил Современных Мастеров Музейщиков Известно Много Таких Случаев Когда Чего-то Не хватает Ну взяли Просто Ну добавили Ну и Я уточняю Так Кто Сказал Что это Его Сапоги Сама Решила Или так Тебе сказали Просто там Написано Что сапоги Петра Первого И это копия Или оригинал Да Или копия Копия Немножко Немножко Подретушеванный Мы очень Любим Ретушевать Если вы заметили На всю Историю Подретушевали Так что Теперь у нас Кажется Все наоборот На черный Сказали белый На белый Того же Ивана Дурака Да Оказывается На печи На печи Он лежал Какой он Лодаль А то что Он эту печь Построил Лучше чем В Европе И так далее Это Эту Ретушевку Как-то так Ну да Я согласен Что Если человек Например Увидит Что Одинаковые Сапоги На одну Ногу То современному Человеку Это непонятно Как же так Сапоги Естественно Он будет уже Что-то Редактировать Он будет Что-то делать Новое Включая Своё Представление Вот Ну Как видимо Ему кто-то Разнашивал Эти сапоги Да Вот сейчас Например Ну там Напишут Музей Который В Кремле Алмазный фонд Ну всё замечательно Да Откуда этот фонд Взялся У меня тоже Интересный вопрос Там много Что интересного Находится Если начать Разбираться То Эпоха С эпохой Перепутанная И что Откуда Взялось Непонятно Так что Как-то Не особо Я верю Вот я сегодня Станиславский Вместе с Немировичем Данченко Не верю Вот Когда Такой эксперимент Проводили И современных Детей Попросили Нарисовать Как жили К примеру Там Ну дети Там 12 лет Которые Вот историю Там уже Проходят Там 12-13 лет Тоже какие-то там Зачатки истории В школе Рассказывают Вот Их попросили Обрисовать Словами И как-то Проиллюстрировать О том Как вот Например Там Жили В 30-е 40-е Годы Вот Какая техника Их окружала Как вы думаете Что дети Вот современные Какими словами Это все Обрисовали И что Они нарисовали Большинство Нарисовали Там Телевизор Холодильник Чтобы стоял Кто-то Даже сотовый телефон Упомянул Как общались Между собой То есть Интересные Такие моменты Которые Вот если Бабушек Проспрашивали Дедушек Как жили тогда Они с удивлением Скажут Тогда Какой телевизор Вы чего Какой сотовый телефон Какой холодильник Вот Тот там Микроволновки Изображал Ну в общем Комбайны Ну так вот Как вот дети Себе видят Они так и делают То же самое И большинство Реставраторов Которые Никогда не занимались Серьёзной историей На самом деле Они Доделывают Дорисовывают Дописывают Досоздают Так как они себе Это представляют Сейчас Из того Что где-то Они услышали Вот это всё Надо учитывать Человек всегда Делает По своему Представлению О том Что Вот это Может быть И не более того Ну ладно Давай уже Эфир будем Заканчивать Итак Напоминаю Что мы сегодня Говорили про Плоскостопие Как искусственно Создаваемый Дефект Это у нас была Часть вторая То есть вторая Передача С Александром Владимировичем Киселёвым Подробности Если вы хотите Увидеть Как это всё Выглядит Воочию То залезайте На канал Ютуба Там это всё Подробно Показано И нам Остаётся С тобой Пожелать Что-то доброе Вечное Красивое Счастливое Нашим радиослушателям Зрителям Канала Ютуба Хочу пожелать Моим Дорогим Радиослушателям Такую Ну На подсе Можно сделать Вот Пожалуйста Когда вы Выходите Садитесь И слушать Да Какую-то Информацию Тем более На таком Радио Пожалуйста Не отрицайте Даже Если Сказитель На ваш Взгляд Порит Такую Хинею Что Вроде бы Не может Такого Быть Просто Не отрицайте То есть Иначе Закрываете Путь Для собственного Развития Я вам Предлагаю Реагировать Таким Обратом Что Ну Пусть Ну Подумай Об этом Позже Да Я Возможно Вот Сейчас Я Не Согласен Может Потом Я Соглашусь Может Наоборот Остану Ну Подумаю Об этом Позже Только Не Отрицать То есть Если Человек Что-то Утверждает Ну По крайней Как Минум Для него Это Далеко Не Глупость Да А Тем Более Если Он Все Это Через Себя Пропустил Вот Поэтому Постарайтесь Не путать Знания И Информацию То есть Я Сейчас Вам Выдал Знания Да Вернее Я Выдал Информацию То есть У меня Есть Знания А Вам Я Выдал Информацию Причем Я Постарался Сделать Такие Базовые Ключевые Моменты На которых Можно Опереться И Которые Можно Реально Проверить И перепроверить Чтобы Не Быть Голосным Да Но Эта Информация Превратится У вас В знания Только Тогда Когда Вы Действительно Это Все Проверите Пропустите Через Себя Через Собственный Опыт И Тогда Они Превретут Эта Информация Превретут Знания Знания Это Сродни Умения То есть Когда Вы Чему-то Научились Вот Вы Знаете Да Вот Поэтому Я хочу Вот эти Слова Вам Пожелать Что Не Отрицайте Подумаю Об этом Позже Даже Если Я С Этим Не Согласен И Хочу Пожелать Что Всю Эту Информацию Которую Вы Получили В данном Случа На наших Двух Эфирах Вы Пропустили Через Собственный Опыт И Преврели Знания Не Бойтесь Ошибиться Свои Ошибки Справляются Легко Чужие Тоже Справляются Но Сложно И Чем Больше Залезли Ваш Организм Со Скальпелем И С Чем То И Справляется Еще Дольше Поэтому Приобретайте Знания Благодаря Вот Таким Передачам Всех Благ Вам Дорогие Радиослушатели Благодарю Александра За Хорошее Пожелание Напоминаю Что Сегодня По одному Из Современных Календарей 24 Мая 2017 Года Среда По одному Из Старенных Третий День Месяца Ветров 7525 Лето Пятница Мы Говорили Про Плоскостопие Искусственно Создаваемый Дефект Часть Вторая С Александром Владимировичем Киселевым Благодарю Александр Тебя За Участие Благодарю За то Что Поведал Свои Наработки Дал Пищу Для Мозгов И Направление По исправлению Ситуации С ногами И Со всем Нашим Телом Также Благодарю Наших Радиослушателей Зрителей Канала Ютуб За то Что Вы так Активно Сегодня Писали Свои Сообщения Реплики Вопросы Что бы Мы Без Вас Сделали Низкий Вам Всем Поклон На Семь Я С вами Прощаюсь Желаю Всего Доброго До свидания Желаю Всего Самого Доброго До Ного Встреч Друзья Мои Услышимся И Увидимся Быть Добру Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова